я включу да я вижу нескольких участников я выключил пока микрофончики вечная тема собаки мелотовые такие собачки вот но тоже ребятка если так вот в нашу же тему же это тоже как символ собака тоже являются символом очень таким недавно у нас был курс до очень благодарен ребят за лебедей так приятно было такое приятное всегда ощущение когда смотришь на картины с лебедями вот после наших этих встреч как-то тепло итак у нас с вами сегодня до другой мир свет совсем стоит так ну все похвастались наверно уже все вот так мы начинаем нашу работу ребят сегодня у нас курс конечно такой тоже с одной стороны это очень объемная тема настолько объемная что наверное даже не знаю объем и мы сузили конечно этот весь этот объем до момента нашего сюжета с вечерним лунным пейзажем заявку то мы такую запускали о символах немножко начать разговоры и о конкретно там там тех символов которые посвящены женщине потому что но мы так написали что все мы на этой планете так получилось что все существа на этой планете появляются через ну человеческие существа через женщину то есть этот символ настолько глубокий во всех культурах он везде проходит как такой своеобразной красной нитью в любой цивилизации человеческой в любых абсолютно народах любых этносах этот символ главенствующий он все равно идет такой очень четенькой такой линии и очень глубоко начиная от религий и завершая какими-то уже народными премудростями какими-то поверьями очень много наработалось нашей планеты именно по этому символу тем более что долгий период на нашей планете это уже ученые тоже исследуют очень интересно у нас была матриархальная культура какой-то период и считается что в этот период минимальное количество было конфликтов и войн потому что было все на то чтобы развивалась человечество и шло развитие очень так это хорошо и основательно с приходом патриархальной культуры как больше конфликтов появляться вот но так уж устроено чего же поделать но тем не менее ребят символы они в большем таком ключе который мы будем рассматривать уже на нашем как бы другом курсе немножечко так уж получается что вся наша сегодняшняя работа это некая предверие такая некая кладовочка ну или прихожая надо даже точнее сказать курса нашего курса как раз вот мандала дерева мира и вот в этой мандале круговой такой будет нас орнаментальный рисунок в котором на квадратном листе мы будем создавать множество различных символов которые будут усиливать некое центральное действие мандала с перевода с индийского языка древнего санскрита означает круг но в буквальном смысле то есть это некий такой круг сакральный круг таинственный круг круг особой энергии с которым взаимодействует через наше сердечко через наше чувство идет некий контакт и обмен вот вот этот мы как раз эффекты будем делать сегодня мы к нему прикоснемся через казалось бы такую простую тему как лунная такая будет нас работа лунный пейзаж небольшой мысль точнее это не лунный пейзаж а пейзаж земли с лунных с полнолунием лунный пейзаж что на дну на луне на луне рисовать если вот это кратер и и поверхность луны вот а вот именно пейзаж луной это уже другое вот именно вечерний вариант и ребят конечно хотелось бы чтобы мы всю эту картину даже при ее несложной внешней форме все-таки пропустили сквозь себя это наверное одна из наших главных идеологий нашей школы нашего подхода что все картины которые мы создаем внешне да это какие-то картиночки которые вот просто картиночки и картины ну красивые очень картины и все но пропускает через себя мы прогул же впускаем их через свои чувства свои эмоции свои ощущения это все окрашивает все начиная от атомарного уровня и завершая уровнем энергии которые можно ну наверное только очень чувствующим людям почувствовать то что называется биоэнергия все эти вещи проходят у любого человека абсолютно не надо быть каким-то особым там всем пядей во лбу если чувство есть это включается а чувство включает как раз вот тот пласт или тот срез который называется словом символизм символы ну скажем так сейчас язык символов у нас очень плотно вошел в письменную культуру нашего интернет вещания скажем так любые наши сообщения которые вы публикуете мы усиливаем их смайликами какими-то значками которых стало так много раньше это было немножко раньше это было две точки скобочка в одну сторону или в другую печалька радость там иногда бывает две скобочки там что-то тоже вот можно там домыслить какие-то мордочки там из знаков припинания и скобочек делались вот и вот было все а сейчас это так такой арсенал можно настолько сделать эмоциональным какой-то посыл используя простые графические символы это уже такое начало символизма ребят мы этим всем пользуемся это усиливает потому что письмо сухое сейчас уже никому не интересно хочется его как-то ну оживить и как раз маленькие это и делают великолепно вот даже на уровне таких моментов мы включаем в простые текстовые сообщения какой-то посыл чувственно эмоциональный в этом плане любая абсолютно наша работа когда которая связана с графическими вещами уж тем более картина если вы рисуете картину уж тем более туда входит энергия которую мы пропускаем через нас сердечко и если это вас будет какое-то радостное торжественное чувство своеобразно картина работает как магнитная запись она записывает все что у вас было на душе можно так это еще назвать все что на сердце было то и входит в полотно и вот в этом плане сейчас мы с вами начнем нашу работу периодически я буду с этой работы переключаться на некоторые наши почеркушечки о символах на некоторые символы расскажу вам какие-то вам даже известно я думаю будут их можно использовать чтобы усиливать именно эмоциональный поток главная задача символов на мой ну это мой взгляд ребят то что символ усиливает наши чувства эмоции а это энергия в любом случае это энергия и очень сильная энергия ее значение сейчас все больше и больше исследуется но практически это электрический ток для всего вот с электричеством быть и поосторожнее поэтому чувствами тоже надо поосторожнее техника безопасности везде присутствует здесь мы тоже сейчас с вами начнем нашу работу я сейчас переключусь на другую камеру и мы уже перейдем к практике постепенно начнем подготавливать нашу основу на которой будет идти работа это будет а4 формат ребят я предлагаю вот именно а4 работу у кого будет листочек бумаги сейчас тоже его подготовим да в принципе если у вас и холст тоже ребят мы сейчас немножечко изменим слегка у нас будет чуть чуть другого и цвета и чтобы он у вас был готов к той работе которую нас будет анжелика это вопрос ладошка вверх у меня по формату как всегда вопрос вот у меня или слишком большой я остановилась на маленьком я тоже рекомендую маленький сегодня но у меня их два одинаковых я думала может сделать какой-то ну анжелик это уже твое желание вопрос такой же больше к тебе если хочется давай но смотри в диптихе с луной сложности в том что где ты будешь луну располагать справа или слева тебе придется вот я думала например основной рисунок на одном как бы а маленький кусочек на другом вот был бы трифтих было бы попроще вот тогда уже интереснее уже можно сделать красивую панораму горизонтальную хотя конечно я буду предлагать всем делать вертикалку сегодня у нас вертикальная работа чтобы немножко взлет такой сформировать сформировать но ты попробуй сделать такую вот именно панорамную работу будет очень хорошая действительно а больше формат подойдет 25 на 35 я нашла конечно подойдет что уж так это я так минимальный взял чтобы успеть вам сегодня это все вот от начала до конца вот ребят такая наша работа я сейчас переключусь на другую камеру и начнем я тоже один из символизмов на рабо на рабочем столе пока что еще остается ребят но действительно символ они очень глубоко сейчас пронзают любой философский срез любой религиозную культурную традицию везде это присутствует очень глубоко вот одна из мандал которые сейчас у меня здесь распечатано это мандала зеленой тары буддийская традиция вот здесь очень много символов почему я тоже вот сегодня приготовил здесь символизма огромное количество и очень много различных элементов это их символизмов вот ну а у нас с вами сегодня ребят вот тоже очень символический элемент это именно луна луна хозяйка считаются всех женских процессов это очень такой такой родной для женщин символ драгоценный я бы даже сказал и прежде чем мы сегодня перейдем на работу по луне нам надо подготовить эту основу чтобы она у нас уже была заранее готова для того чтобы вот принимать на себя сияние луны нам сейчас нужна будет любая синяя краска любая абсолютно ребят хоть fc хоть может быть там у кого-то просто синяя краска может быть есть может быть там у кого-то там кобальт синий там какая есть можно ультрамарин если найдется нам нужно будет буквально этой красочки где-нибудь растворить отдельно с водичкой можно на палитра очки в принципе можно в какой-нибудь мисочки в какой-нибудь плошечки небольшой но именно с водою именно с водой чтобы это была жидкость маленькая такая буквально небольшая совсем каплюшечка горошек где-то может так еще на такую градацию я буду использовать крупиные градации горошек небольшого размера и воды где-то наверное пол чайной ложки и 3 а можно еще задать по поводу вот холста лучше гладкий или если он такой как немножко бугристый вот просто такие холсты продаются текстура очень лучше гладкий текстурные холсты соответственно требуют об сопр и определенных элементов уже самого стиля живописи либо под мастихин либо под постозную живопись такую густыми мазками крепкую но это конечно больше уже для я бы рекомендовал для масла а микро пористая структура микро зерно она конечно красивее цепляется и укладывается и мазочки тоненькие не сложно будет делать любая тонкая пропись на шершавом холсте сложновато ребят сейчас я сделал эту жидкость она очень жиденькая прозрачная вот этой жидкостью особенно у кого бумага я рекомендую всю нашу картон очку прокройте это прокрыть практически это прозрачная жидкость сквозь нее будет видно пока как варелька она фактически как акварель и есть вот то что мы сейчас делаем это своеобразная защитная проклеечка первая функция этого слоя а вторая функция этого слоя мы сейчас с вами формируем такой прохладный тон все-таки луна к вечеру она уже более прохладная чем скажем так ситуация днем температура воздуха сама по себе уже более прохладненько и сам вот этот вот водянистый тон который мы сейчас накладываем он также связан с прохладой это малярное действие периодически я очень нередко говорю на наших встречах ребят помимо малярного действия что-то такое надо представлять запускать какие-то свои внутренние моменты они могут быть связаны как с миром эмоции и чувств так и с мыслями мыслями я предлагаю вам покопаться в воспоминаниях когда вот вы видели какое-то красивое полнолуние вот такое красивое прям красивое полнолуние когда у все светом луны залита как это красиво как это вообще торжественно как это вот внутренние ощущения там потом поищите уже в чувствах но сначала мы воспоминания используем для этого ум ум пускай поработает сегодня тоже у нас с вами вот именно воспоминаниях пусть поищет красивое что-нибудь в памяти ближайшие что вот было может даже вчера ночью вот сегодня тоже будет красивое явление вот такая своеобразная и проклейка одновременно мы закупориваем поры технологические ребята что мы сейчас сделали мы закупорили поры особенно у кого бумага бумага конечно сейчас выгнется ребята и такое выгибание конечно надо будет потом когда она за собой подсохнет в обратную сторону это сделать я покажу тоже этот момент я уже сделал подобную проклейку вот зеленой красочкой зеленая краска это обычно если будет кому-то интересен и впоследствии у луны для летнего жаркого жаркого вечера вот тогда я бы рекомендовал вот такое делать действо вот эта бумага и и конечно надо будет выгибать в другую сторону обязательно можно об край стола можно просто рулончик завернуть в другую сторону когда она подсохнет сырую пока не надо на снова потом выгнется вот но пока она сохнет кисточку после акрила обязательно воду ребят напомню акрил субстанция кто кто первый раз мало ли вдруг которая способна ну практически заморозить вашу кисточку навечно если она засохнет превращается в пластмасску вот ну и пока у нас это все подсыхает наша проклеечка такая вот постепенно сейчас стабилизируется немножко я предлагаю поговорить о некоторых женских символов я конечно все не охвачу ребят но тем не менее чем символ эти можно использовать ну как бы для чего вообще это символ можно использовать сейчас в наше время вот зачем это ну наверное вот если для девчонок вести разговор элементарно какие-то моменты вспомнить в индийской традиции например даже есть разделение между энергией женственной и энергии женственной женская и женственная это разные два потока абсолютно вот женственная энергия как раз от то что у материнства проявляется женственная энергия это очень часто бывает энергия такая немножко эффектная слегка такая довольно таки который мужчин пугает очень часто проявляется каких-то ярких в том числе и конфликтах в том числе и каких-то именно женская до женский поток вот он такой вот немножко такой мощный очень сильные женственно конечно мягкая вот ну и несколько таких символов которые вы все знаете давайте современное возьмем из мира астрологии вот этот символ который вы наверняка знаете символ венеры я пробегусь потому что наверняка многим из вас известно символ венера данный символ называется зеркало венера символ как ни странно тоже очень необычный в нем содержится два элемента один из них вот такой элемент второй элемент вот такой вот в более древних культурах любой крестик означает земля любая земля причем даже символ нашей планеты тот тот же астрологический один из старых символов он вот так вот выглядел земля у славян символ земли очень часто был вот такой вот вот такая была еще и с точечками посаженная земля такая вот но плодородие чтобы там было все такое вот развитие вот впоследствии как бы женский плод который в очреве у славян как раз вот формирую символ да тут он трансформировал салт из этого символа в такой вот и очень часто в районе чуть ниже пупка роженицам рисовали вот это вот на одежде вышивали как то чтобы была обережная такая вот форма на уголке стоит квадратик символ нашей земли с крестиком и в нем точечки зарождающийся можно конечно серьезно устраивать полемику почему так и что это означает вплоть там дойти до клеточного уровня молекулярного там дробление клетки на 2 и идет постоянная вот это вот скажем ну такой биологический немножко элемент вести вот но я думаю это современные сейчас я думаю всякие различные идеологи и так этим занимаются наверняка это как бы так немножко из предыстории ребят крестик и круг круг очень часто еще связано с водою один из старых символов воды как раз это кружочек вот вода и вот земля если вы помните миф о венере как раз из пены морской вышла афродита она же венера по римской традиции вот и вот этот вот зеркало венеры как раз выглядит вот как вот такой вот земля вода на и границе образовалась пена его появилась вот это вот красавица очень старый символ ребят вот такой вот очень старый символ вы его все знаете тоже наверняка вот он выглядит вот так вот вы его знаете вот в такой форме вы его знаете вот в такой форме это корона эзиды это подкова она же она же подковочка вот тоже женский символ чрево как раз вот это вот чрево родящие где-то я такую трактовку читал у одного из этнографов вот именно как кто-то вариант использовал как лона чрево вот именно такая вот форма тоже очень сильно использовался этот символ во многих элементах более того его символичность конечно сейчас не буду все рассказывать целиком ребят потому что все таки у нас присутствуют и юные зрители вот но тем не менее данный символ до сих пор остался даже вот в этом вот варианте когда ладошки складываются вот так вот и вот смыкаются вот здесь вот то есть когда ладошки складываются в молитвенном жести это тоже прототип этого же символа старый очень старый символ вот очень древний он тоже женственный причем если говорить о подкове то в принципе нет большой разницы тоже вот я одно время слышал в разных традициях считалось что вот а как подковы лучше вверх или вниз для удачи для счастья для процветания вот вот так вот принимается дар небесный в виде ребеночка а вот так вот если подкова находится этот дар передается передается матушке земле для того чтобы ребеночек уже развивался здесь на земле вот то есть это больше именно чтоб как такой он он считается в некоторых культурах даже даже подкова как защитный символ а вот в этом варианте именно как блага процветания и как бы богатство собирающий символ вот он удачей и про переспевания тоже как вариант вот конечно же символ луны ребят вот этот символ он тоже связан вот как бы я перехожу такому поближе к нашей теме луна астрологически изображается в таком варианте растущая луна такая спадающая луна такая то вот тоже заметьте схожесть собственно говоря далеко не уходит но только позицию поменяла немножечко так вот что вот это вот луна подкова она же то есть наши ладошки которые мы складываем вот в этой форме вот что вот эта чаша которая и кстати тоже чаша и пиала тоже являются одним из прототипов вот этой женственной энергии которая хранительница очага хранительница и оберегания очага от всяких ненужностей и никчемности это же это все заметил лунная такая вот идет тематика тоже необычные такие моменты когда человек на это смотрит но что происходит конечно если мы с символом не связаны он у нас никак и не сработает так уж и устроен это все скажем так если для вас символ определенный там например тот же например этот символ знаменитой с собой забражу вот он для вас что-то означает он для вас работать потому что он шевелит вашу эмоциональную нотку шамишевелит какое-то ваше эмоциональное что-то и если там даже вот его даже вот так и детки изображают он уже работает и очень сильно он включает энергию определенную энергию определенный поток как ни крути если это символы хоть они и старые но они могут для нас ну подкова ну ну луна ну солнце ну и чё вот то с одной стороны да они работают как вот этот символ конечно же и в то же время их можно как назвать не заставить работать а именно включить может так это назвать когда в нем знаете что-то когда вы на нем что-то начитались где-нибудь насмотрелись наслушались даже может сейчас вы можете к нему уже так вот ну немножечко приоткрыть свое ощущение этого символа даже пропустить его сквозь себя посмотреть что отзывается что не отзывается где-то может быть наоборот протест какой-то где-то наоборот у и надо же как близко и этот символ уже для вас уже не такой уж не знакомый то есть все равно всегда в любой азбуке чтобы писать слова надо изучить буквы вот и эти буковки потихоньку потом начинают работать вот что мы и делаем наших встречах и в частности вот как раз на нашем дереве и мы будем это делать тоже на мандале дерево и так ребят наша работа уже подсохла я надеюсь у кого она скруглилась обязательно раскруглить и вот можно именно сделать просто бумажечки сделать вот такой вот выгибание в другую сторону даже в такой рулончик небольшую скрутить чуть-чуть вот кто на бумаге работает если вдруг вот и потихонечку вас в листочек тоже станет пряменький вот таким вот вариантом и полетим сейчас мы с вами всю эту работу будем делить на две зоны одна зона нас будет связано с небушком другая у нас будет связано с водой вода тоже кстати один из символов очень женственных очень таких значимых луна и вода они между собой в завязке очень серьезной уже много-много веков и сейчас нам нужны будут следующие краски для этой цели ну конечно же какая-нибудь из синих красок или голубых в принципе и те эти могут подойти нам ребят если у кого-то нету синего цвета отдельного такие бывают синие краски которые вот если открыть посмотреть они как черные вот есть такого цвета у вас нету можно на всякий случай немножечко совсем чуть-чуть нам может понадобиться черный цвет вот но его даже выдавливать никуда не будет не нужно просто приготовить чтобы он у вас лежал не дали недалече и достаточно всю палитру я буду замешивать рядышком чтобы вы все видели что я буду использовать для этой цели кисточки которые нам будут нужны ребят лучше всего конечно щетинки колючие кисти они идеальные всего работают по растиркам это такие жесткие колючки которые очень очень удобно именно для этой функции на крайний случай конечно на самый крайний ребят синтетика тоже подойдет на синтетика конечно но иногда бывает она требовательна густоте красок если ваши краски будут слишком густые синтетика может их не 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 расправит их они у вас будут слишком вязкими а вода нас будет опасная слишком опасно особенно для тех кто рисует первый раз мы практически все будем делать с сметанистой краской вода у нас будет только для того чтобы скинуть все с кисточки и потом об тряпочку всю эту воду надо будет до капли удалить либо когда кисточку вас будет мокрая после помывки пальчиками все выдавить обратно прям сильно 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 чтобы она вас была влажная но без капли воды вот это на всякий случай для тех кто вдруг мало ли нас первый раз будет этим заниматься вот и сейчас у нас уже есть подложках холодненькая вот берем наши синенькие краски ну можно любой абсолютно цвет либо сейчас взять и выдавливать их по пол горошка по горошку на палитру либо на специальную какую-то подготовленную основу для палитры у меня стол весь является палитрой вот и к этой красочке кисточки с я увлажню я увлажнил и все до капельки я выдавил то сейчас меня здесь она она мокрая у меня но капель воды нету когда чистенькая можно прям пальчиками вот и вот эту синюю краску я вам пока предлагаю размешать с белым цветом немножко для начала до голубого цвета пока голубой начнем с него вот это вот будет одна замесочка голубой цвет вторая замесочка тоже пригодится если у вас есть какая-нибудь еще одна кисточка из колюченьких да в принципе любая подойдет для замески еще один замес предлагаю сделать какой-нибудь зеленый цвет тоже будет очень хорош причем можно взять зеленый цвет там бирюзовый какой-нибудь можно взять зеленую темную там вот у меня бирюзовая турецкий голубой правда но как бирюзовый тоже на такая вот березу береза и тоже в нее белой краски белой краски не жалейте где-нибудь так вот горошка 23 можно рядышком оставить беленькую краску а на границе и встречи слегка слегка замешать такой бирюзовый изумрудец вот это будет вот такая вот краска вот собственно говоря пока что действующие будут такие элементы и сейчас я начинаю луна где-то будет находиться вот в этой зоне и в этой зоне луна будет большая ребят не натуралистичная луна которая на картинах появляется и на фотографиях бой более крупная я предлагаю луну сделать но не меньше вот не меньше чего не меньше не меньше например 5 сантиметров в диаметре может даже больше такой как именно как символ ребят я предлагаю формировать вот сейчас я бледненькая красочка все смазываю дополнительно увлажняю все вокруг но тут часть который чуть ниже серединки ребят чуть ниже серединки вот это все будет территория будущей воды вот и кверху начинаю подбрасывать больше синих красок не размешанных сильно с моим белым цветом то есть белый цвет у меня будет вот в этом районе находиться вот в это пятно если специально так буду обхаживать со всех сторон краски очень густенькие они не должны быстро высыхать потому что вы пропитали сейчас вашу основу вот этим слоем он он уже затормозит но вместо воды если вдруг начнет высыхать ребят берите белый цвет белый цвет вместо воды у нас как вот можно его этот белый цвет слегка слегка увлажнить чуть-чуть но не берите воду в чистом виде в чистом виде вода берется сразу очень сильно мощно и чаще всего все портит такой частичка попало так вот сейчас просто круговым движениями предлагаю вам это пятно растушевать растереть если не получается делать мазковой техникой ребят сейчас я покажу сразу 2 2 варианта вот это не отделочи с мазками все мазки 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 нажим не сильный сильный нажим там где вот начинают подсыхать вот там можно усиливать нажим за счет усилия как раз попытаться смешать таких мест но здесь уже все высохло вот в этом месте ничего это подмалевочный вариант поэтому здесь пока это большой роли не играет пусть высыхает первая версия вот ну и немножечко сейчас уже по элементам связано как раз с оптическими эффектами неба то что на ребят надо уголки дальние от нашего лунного элемента сделать самыми темными вот если это удастся сделать то будет иллюзия что вот это пятно у вас уже является источником таким в котором находится действительно что-то очень яркое вот можно как раз начать втирать начальные наши элементы за счет вот такой вот более темной синей краски если она у вас есть синенькая можно ультрамарин и фаце в принципе способны это сделать синий кобальт не очень конечно он темненький он сам по себе уже даже такой больше голубоватый а вот ультрамарин и фаце могут сделать эти уголочки более темненькими за счет своей констрированности то есть без всяких размесов вот чуть-чуть просто их втереть сюда чтобы уголки стали темнее вот это бирюза которыми здесь лежит тоже ребят красивый элемент который можно частично где-то вписать в немножечко в наше вот это все окружение вокруг луны так я это назову чтобы лунный свет был немножечко не просто голубым это слишком холодный а вот все днем была небольшая теплинка за счет бирюзы тоже я вот это колечко сейчас расставил и тут же его начинаю потихоньку-потихоньку плавненько-плавненько разбрасывать по всем сторонам акриловые краски обладают свойствами хорошим таким они просвечивают то что под ними находится это свойство конечно есть и акварель и у масла у всех красок такое присутствует особенно когда слои такие тоненькие вот то что мы делаем сейчас растерочки вас она будет просвечивать тот голубой цвет будет просвечивать сквозь вот и потихоньку будет как бы вот это все более светимая вот мы делаем более светлую гамму конечно сейчас чем ночная потому что ночная там уже все совсем по-другому формируется там уже надо сделать очень сильный контраст к центру луны здесь все-таки ближе к вечеру когда уже не так темно еще не наступила полная такая обстановка вот но вот этот эскиз будет наш верхний пускаем пока подсыхает вот сейчас перейдем к нижней части ребят тоже сейчас и под нее сделаем закладочку основную нашу здесь будет именно именно элемент воды на котором будут находиться символы земли скан так здесь будет земля и вода здесь на будет воздух и луна главная градация вот краски можно принесли не смывать кистей все они подойдут для воды единственно только для воды надо будет вот как раз уже вот здесь и понадобится черный цвет чуть-чуть его можно не выдавливать еще раз повторюсь вот я его открыл приготовлю чтобы был поближе поблизости вода к нижней части может очень сильно начинать темнеть можно и смело утемнять к горизонту да вот к дальней части ее надо светлить может даже не отмывая это кисточки ребята взять белый цвет сколько у вас его осталось либо добавить еще вот и сформировать вот как раз вот я предлагаю даже как как в море прямую линию такую прямую полосу на которой потом будем расставлять элементы земли вода мы будем делать спокойную воду возможно какой-то заливчик возможно какой-то это озерный вариант может какая-то бухта вот и сейчас я ничего не добавляю на кисть все что сейчас мне образовалась от света это все то что оставалось на кисточке после неба вот а вот к низу я начинаю потихоньку вот остатки свои синие краски а что я добавлял какой синий я добавлял fc у меня это fc-шечка fc синяя вот я к низу я сидела так вот по интенсивнее под понасыщеннее вверх плавненько кто первый раз работает ребят тоже здесь вода очень сильно можно все испортить вода сразу делает полоски с полосками тяжело потом работать только белая краска способна брать полоски вот а так можно потихоньку где-то там изумрудинку наши бросит тоже чуть-чуть все движения в основном параллельные мировом океанах в данном случае основании картины вот спокойная такая энергия воды из которой появилась вся жизнь вот и вот к низу подходя потихонечку вот сюда я и предлагаю чуть-чуть совсем немножко черненького цвета очень мало буквально спичная головка это должна будет много спичной головочки если разбросать но не в чистом виде ребят а именно с тем же синим как с которым вы работали вот тот синий который вы использовали вот его используя вместе с черным тоном вот я вам предлагаю в нижней части у вас все равно будет доминировать синий цвет но при этом он станет такой более насыщенный такой серовато-синий вот это заготовочка все у нас пока что тоже постепенно так вот мы все будем делать второй слой рука час у вас немножко привыкнет к этому проходу который вы сейчас сделали у вас уже приблизительно руки появится алгоритм вот если что по записи потом можно будет проследить это еще разочек вот и вот теперь я это все сейчас все то же самое повторю все цвета которые я буду сейчас закрывать приблизительно теми же самыми красками только в большем немножко количестве чтобы уже можно было разгуливать с фоном при желании можно облака добавить вот все эти элементы ребят будут все снова и все это будет ну скажем так уже попроще потому что рука уже один раз сделала эту дорожку вы уже прошли разочек в это место теперь будет немножечко чуть попроще это можно очень хорошо использовать вот в то же время дополнительно будет более скан так больше возможностей каких-то делать эффектов я сейчас снова делаю с большим количеством белой краски вот эту синенькую немножко возьму того же изумруда чуть-чуть но немного совсем надо вот в принципе да вот он такой у меня приблизительно и был вот единственное что наверное вот здесь я буду сейчас делать по насыщеннее цвета сейчас уже не так быстро все высыхает уже может так спокойненько не спешить уже может а кисточкой гулять даже колечком мазком это делать цвета которые вас внизу будут находиться они будут своеобразными такими страхующими оттенками они будут как бы под страховочку вам запускать такое чтобы нечаянно так это не переборщить зеленый цвет любой в акриле он практически изумрудный носитель любой зеленый цвет изумрудный а уже когда он смешивается с небольшими количествами голубого он всегда дает и иллюзии бирюзы так уж он устроен вот и немножко более интенсивно ребят я сейчас буду заполнять все таки вот эти края то есть вот если есть желание такое сделать более постепенный плавный переход я сейчас не синенькую краску беру на кисточку который во всей этой густой краски которыми сложилось тут уже и изумруд есть на кисточке и вот этой белой же немножко совсем осталось и вот теперь можно жить не спеша формировать любую насыщенность и на яркость этого пятна внутри которого будет покоится луна на всякий случай имейте ввиду это мы только свет луны делаем лунный свет он может быть большим он может быть не очень большим вот можно его как бы сузить буквально до пяти сантиметров все это кольцо сделать сиянием бывает такое что его можно и и не увидеть особенно а бывает такое очень это зависит от атмосферной дымки первую очередь можно видеть нижнюю часть картины я к ней еще подойду потихонечку тут уже можно бережно и аккуратно вытягивать переходы цвета один другой просто если это делать кисочкой синтетической ребят то надо просто будет отдельно все цвета из тюбиков в большем количестве выдавливать на какие-то палитры очки чтобы сделать сметанкой городского типа это раньше называл это йогуртовая такая густотность вот обычно у нас такая деревенская густота в тюбиках она очень не подходит она очень тугая ей невозможно ничего делать вот поэтому приходится отдельно красочки подготовить чтобы чтобы хоть как-то с ними работать вот и сейчас вот моя кисточка во всех этих оттенках которые меня после фона небесного остались я прихватываю немножко беленького на все на эти же оттеночки его теперь формирую снова эту же поверхность но с будущей водичка я так не буду много а вот эту линию сделал попрямее параллельно мировому океану как на фотографии когда вы море фотографируете уже батали не была прямая последняя кромка воды у любого озера пруда она параллельно основанию как море даже если с оберега изрезаны вот на этом пока заготовка готова для применения земли все краски которые нас синенькие тоже будут необходимы мы сейчас будем переключаться на другие кисточки уже больше как тоненькие называемые и идеальной всего синтетика конечно синтетика круглые кисти от второго номера и чуть больше но если есть второй номер достаточно хотя конечно ребят если кому-то захочется сделать какие-то намеки на облака то любая синтетика мягенькая именно плоская в этом плане очень удобно можно пройтись и по облакам я это сделаю но вы сами почувствуете надо она вам или нет будет в использовании тем более что в облаках есть один только плюс то что можно усилить это будущее место хотя в этом месте еще даже луны нету обратите внимание под луну можно поставить эти заготовку тоже пусть пока сохнет тот же сухонько нет нельзя пока заготовку ставить пока весь мокро лучше не стоит а вот облака можно облака можно как просто аккуратненькие прикосновения случайные можно тут же их пальчиком слегка в расти ручку отправить легкую можно как сделать им такие клочковые облакоиды можно сделать кучевые варианты и как какие-то такие легкие легкие намеки можно как таким довольно обширным элементом но закономерность будет 1 1 чем дальше от вот этого круга тем они бледнее прозрачные почти что исчезающие ну тусклые чем ближе к этому кругу тем они белее а уже формировать сами облакоидные массы вы можете например либо волчком кисточкой накручивать слегка 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 либо просто мазочек в обе стороны такой взмаховый такие легкие как перышки как бы будут формироваться такие облачки легкие воздушные тяжелые облака не стоит наверное все таки красивее вот это вот такое торжественное полупрозрачненько и движение облаков но чем дальше вот я специально с подушечкой пальчика затираю те которые заход заходят уже подальше в синюю зону чтобы только около луны они были такие все себя светленькие есть еще одна закономерность которая в облаках часто бывает она бывает есть бывает нет чем ближе горизонта тем меньше размер ну как бы это если есть желание показать что это далеко 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 там ну и бледнее конечно раз так далеко то можно их не такими уж белыми делать в такой далище вот а вот как раз около луны они такие все из себя там такие светятся а вот уже уходя от луны снова повторюсь они все темнее ну точнее прозрачнее скажем так сливаются немножко с фоном можно почти сухой кистью формировать облакоиды это тоже очень красивая форма когда у вас почти сухая кисть неважно синтетика или щетинка небольшая плоская вот может даже обтереть обо что-нибудь и вот что останется потом на ней это вот она еще не сухая а вот-вот-вот пошла сухость и вот сухостью как раз можно делать интересные эффекты таких полупрозрачных тонов она практически высохла у меня эта кисть я почти все истер и вот тут можно как раз сделать туманные эффекты облаков такие дымковые облака через сухоту рисование сухотой новый термин родился сухотовое рисование ну вот это облачком немножко здесь вот такой валик беленький образовался его пока оставлю все таки тут будет находиться луна вот на это она его такая осветлила в крайнем случае всегда такие валики можно убрать если что бледно-голубой красочка нелегко затушевываются кто будет облаками играть имейте ввиду облака хороши тем чтобы убрать какие-то помарочки в том числе но бывает вот как вот это хочется какие-то моменты убрать особенно кто может быть не так давно начал рисовать либо еще не очень сильно делали круговые фоны лунные или солнечные может какие-то могут появляться какие-то артефакты от мазочка в кисточке есть смысл надо их прикрыть а еще очень красиво можно в облаках как раз поиграть эффектами когда образует такой своеобразный занавес как своеобразно занавес очка в которой вы еще сильнее подчеркивайте свет формируя вот именно то что вот в этом круге беленькая ярко ярче а вот то что уходит бледно-прозрачная сейчас я сделал этот белый мазок он здесь так не быть не должен тут же его подушечку убрав я его погасил но он остался а все что вот здесь вот как раз можно очень красиво выделять и даже потом может быть тоненькой кисточкой пробегусь еще поярче это все сформирую нет еще влажненько здесь еще рано ставит луну просто если луну ставить сейчас вот на то что здесь не просохла этот цвет может смешаться с вашим лунным цветом и это станет у вас бледным вот поэтому пока я это место оставляю и перехожу на матушку-землю нужно будет черная краска ребят немножко совсем выдавливать это уже не надо я предлагаю черный цвет брать очень осторожно и тут же смешивать с голубыми какие у вас остались на палитр очки вот это уже для небольших наших кистей либо для синтетик синтетики имеют свойство быть универсальными когда склеиваются у них волосики то вот так она плоская а вот так она тоненькая даже если старье в этом плане можно делать какие-то острые элементы но сейчас я предлагаю сделать вдалеке самая далекая такую часть какой-то земли я все-таки не знаю ребят пока море бы не советовал вам здесь формировать при при том что здесь может появиться уже иллюзия на море как бы поближе к земле море это уже такой слишком такой символ такого удаленного от нашей темы сегодня момента здесь все-таки земле поближе какой такой уют особый сформировать предлагаю его сначала формирую дальний берег как берег там вдалеке такой цвет как раз формируются на трех составляющих первая составляешь черный цвет вторая составляющая немножко остатки какого-то голубого что на палитре там не до конца засохла а третья составляющая вот этот цвет нашего неба он потом тоже будет просвечивать вот и на этом эффекте как раз можно сформировать даже какие-то намеки там на какие-то холмы какие-то лисистые такие легонько так вот они все будут просвечивать голубоватым тоном потом вот это же потихонечку это все будет очень красиво совпадать со всем нашим сюжетом ну и потихоньку ребят тут сейчас уже мы сейчас перейдем такой немножко мелкой прописи вот в мелкой прописи как раз можно уже уйти поглубже в сам символизм символизм можно включить либо мы символ рисуем и они работают усиливая наше что-то внутри я не предлагаю немножко другой момент за символом стоит какое-то значение здесь значение будет луна вода земля третьих символа они очень глубокие они очень красивы и все равно за время вашей жизни на этой планете вы наверняка были в подобном месте где вот как-то так вот и вода была и какие-то берега были видны и вот луна такая на небе такая торжественного это видели и вот я вам предлагаю сейчас просто переместиться вот под этой картинкой вот в те ощущения которые вам уже знакомы они у вас уже есть они у вас уже в памяти можно покопаться с помощью нашего доброго ума и отыскать вот эти элементы которые вас были когда-то в чем-то похожим где-то вот так вот слегка слегка вот присутствовал подобная ситуация однажды как-то вот так рисовое зернышко черного цвета теперь уже выдавливаю потому что есть будет пропись в основном идти прохладными красками на основе черного черный цвет будет как бы таким базовым но он будет нас везде слегка то с беловатым то с голубоватым то синеватым чуть-чуть вот и все все наши мазочки дальнейшие будут как раз сделаны за счет такого прохладного черного дмитрий занясь а мы дальний лес уже сформировали или как или делаем только да вот он столь только сейчас делаем там дальний берег как бы уже вот у вас будет сейчас как раз ситуация что вас небо земля дальний берег вода и теперь на эту воду мы будем расставлять в различных местах справа и слева какие-то тоже символы элемента by берегов делая их все ближе и ближе к нам это самая дальняя часть перспективы уходящая вот можно конечно немножечко так скажем под напрячься и сделать более ровненькой вот эту вот полосочку ребят с помощью синтетики это несложно в синтетике есть такое свойство можно даже сделать чуть пожиже эту краску нашу чуть-чуть черную с примесью немножко голубого и вот прям так вот на на бок повернув работая сейчас выравнивать эту вот линию плоскость которая формируется у синтетических кисточек она конечно очень ровная сверх даже ровная и вот эту линию дальнюю которая разделяет нашу воду и нашу землю конечно хорошо бы сделать максимально прямой насколько хватит вашего глазомера вот и обязательно чтобы она была у вас бледно-голубоватая как сказать бледно-голубой с черным то есть чтобы черный цвет с голубым у вас был замешан все таки вот на ней потому что дальнейшие элементы мы будем немножко утемнять так кисточку я пока мыть не буду она скоро понадобится а вот большую можно отправить воду ребят тоже поглядывайте чтобы ваши кисточки не лежали долго в акриле на столе ну и следующий шаг это будет уже пропись в основном завязанная с тоненькими элементами тоненькие кисточки тонкая кисточка вот второй номер может быть распушенная вот у меня она распушенная есть первый номер такая почти что еще целая есть еще сверхтонкая может пригодится может быть нет если ребят у кого-то есть такая лайнер тоненький это тоже тонкая кисточка только очень длинная длиннохвостиковая она для тонких элементов кому очень нравится пропись тончайшая рукам пока делать сложно первым номером кисточки то конечно вот такой вот лайнер вам бы очень сильно спас всю жизнь вот когда хочется сверхтонкости в большом количестве формировать вот ну и тонкие кисточки отличаются тем что они как раз уже сметанные краски не приемлют сметанные краски невозможно использовать на тонких кистях они уже любят молочные вот поэтому сразу капельку воды к моей черной краски еще на замешиваю немножко в черное добавляют 100 остатки голубого тона который еще не засох большая часть уже засохла но тут маленький полуостров был не засохший вот и начинаю формировать ребят предлагаю вам такой вот сделать первый бережок наш первый бережок в таком положении мы обычно видим как сбоку на воду заходит какой-то берег вот я сформирую этот берег до воды до воды к воде можно сделать даже более такой такой прямой вариант спрямленный бережок конечно всегда выше воды поэтому он как как холмик идет либо обрывистый либо постепенно подходящий как вам хочется и пойти потихонечку тоже ныряет в воду вот здесь уже все здесь он уже уходит под воду вот бережок ничегошеньки на нем пока нет просто бережок возможной земли вот и и дальше начинается как в мире мать сыра земля появилась и появились травы маленьким-маленьким похлопыванием вот этой вот кисточки тоненькой по краешку я формирую неровную теперь поверхность где-то может даже чуть повыше приподнять вот попробуйте вот сейчас формирую вот подобный такой с одной стороны вроде как моделирование мы делаем сейчас с другой стороны попробуйте это представить как это в природе происходит сколько на это уходит лет сколько бы на это ушло лет можно так вот чтобы потихоньку вот на пустой земле вдруг появляются кустарнички годика два три четыре десять травушки там до этого были травушки сформировать сформировали что-то такое удобно приятное причем обратите внимание ребят я предлагаю сразу параллельно тут же ну стопроцентное отражение делать не надо но приблизительно вот мы сделали первый клинышек можно было также в принципе сразу ввести и тему отражения все-таки ночные отражения не почти исчезают а вот вечерние когда вот вечер такой сумеречный там еще немножко видно и вот этот намек тоже можно такой легонько 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 вот шишечка первого куста у здесь пошла такая не не стопроцентно не надо стопроцентно делать это отражение чтобы хоть какая-то волна на такой воде у нас все-таки присутствовала легенькая вот но тем не менее вот что наверху то и внизу вот такой элемент ежели там вдруг войдете во вкус тоже себя внимательно слушайте можно где-то там слегка поднять что-то и повыше такое уже может какой-то намек на такое сделаем как бы высоту какого-то стволика а потом вокруг этого стволика точками разбиваем массивчики веток сразу с листьями получаются то есть это на удаленном варианте не надо очень подробно выписывать чтобы все прям сюда было четко видно сам силуэт такой есть даже немножко просвечивает чуть-чуть вот и уже понятно что это какое-то деревцо ну и одно отражение тоже так же его легонько 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 слегка слегка сам принцип что это все-таки отражается воде вот будет интересно ребят можно еще что-нибудь сделать можно сделать такие вот интересные моменты например какие-то травы такие более высокие на самом кончике нашего то мысика им прям такой вот вы как раз им можно сделать такой вот верх ногами почти симметрично это немножко усиливает и ассоциацию вот этот иллюзия лунного такого вечерка забавно еще луны нету наверно уже подсохлась можно да уже заготовка по дому можно ставить ребят да уже можно подходим постепенно клоне так но эти кисточки я буду для росписи дальнейшей не буду я их отмывать сейчас от этой краски есть у меня еще одна кисточка белый цвет будет нам нужен белый цвет помощь и надо будет сделать круг луны не меньше ребят но хотя бы там не не знаю на четыре сантиметра держите сделать вы можно даже больше большой символ такой вот чтобы крупной это конечно не немножко скажем так не натуралистично а именно мистично вот то есть так то вот обычно вот луна где-то наверно такая вот вот в этом варианте бы где-то приблизительный размер такой вот а вообще я предлагаю сейчас ну немножко похулиганить мы же можем позволить себе похулиганить не чувствует такого здесь такой японский вариант еще называется это японо-китайский там тоже этот символ очень важен ну и конечно максимально кругленький постарайтесь можно конечно использовать ребят даже циркуль я рекомендую не брезгуйте если чувствуете что вам тяжеловато сделать такую работу возьмите в этот циркуль либо возьмите круглый предмет обведите какой-нибудь что-нибудь такое там крышечку от гуаши от гуаши например там или еще что-то не стесняйтесь мы же не в академии поэтому здесь можно похулиганить немножко а с другой стороны можно и потренировать свою руку а потом если что уже под подвести тоже вот тренировка всегда вещь хорошая вот в академии ничего плохого нету вот можно тренировать тренаж сделать а потом себе сделать такую проверочную вашего тренажа и если что подкорректировать вот эта заготовочка под луну пускай пока слух сейчас я все бугорки разглажу густая была краска очень густая луна и солнце на на единственные два объекта которые ну допустимо размещать по центр полотна вот ну и пока краска у меня беленькая на кисточке ребят можно сразу же вот луна вот прямо от нее если так в веревочку спустить вот сюда вот до этого места где вода начинается вот то чтобы она так висела строго отвес такой то вот как раз в этом месте можно сделать посветлее нашу водицу остатками краски на этой кисточке чуть-чуть и такими горизонтальными штришками так вот даже немножечко чуть 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 вниз спустите вот на наших очных встречах был такой у нас формат первой ступени я любил шутить как раз на второй день вот какая дорожка сужающийся она будет или расширяющийся нравилось так вот вот такая дорожка или вот такая вот ну и там разные были варианты конечно интересно тоже это было наблюдать а я помню дмитрий я помню как мне поразило я дорожку я дорисовал всякие разными удобно получалось это чудо ну да вот но изюминка ребят вот мы мои шутки было в том что все дорожки бывают бывают вот и такие дорожки бывают и вот такие дорожки бывают вообще вот такие вот бывают очень сильные вот такие вот бывают вот такие сужающиеся дорожечки вот в тонкий лучик на это все много чего влияет вот поэтому здесь как бы я даже не буду в это внедряться можно сделать любую абсолютно дорожечку но светлая зона вот вот тут где вода встречается с луной очень часто появляется хотя бывает ее тоже нет будете облака потяжелее как раз то есть здесь были потяжелее облака они бы как раз и закрыли бы этот свет который бы вот это место бы осветлял но могли бы так в природе если вы это увидите то есть на это причина вот можно выглядывать наблюдать это все так ну потихонечку в общем-то заготовочка есть принцип уже какой-то источник света тоже есть белая краска меч на кисточке остается ну и ладно раз она такая белая я еще одну вещь сразу сделаю чуть-чуть тоже вот около луны все облако и дуку луны получают дополнительную порцию беленького вот все что около вот эта декоративная работа символическая ребят поэтому здесь можно немножко позволить себе похулиганить побаловаться отойти от традиционных каких-то форм и норм вот но какие-то моменты я так вот слегка поближе вот учитывая что это все усиливает лунушку все что светится около луны она конечно же будет казаться более таким на нее работающим на ее свет ну вот пока еще немножко по берегам погуляю где-то можно что-нибудь такое вообще высокое поставить если интерес будет ребят может тут вообще похулиганить так надолго не на один денек увлечься это уже дело такое очень индивидуально как пойдет единственно по прозрачные краски на воде могут стать поэтому надо регулировать ребят иногда смотрите там добавляйте немножко насыщенных тонов чтобы прозрачность как раз была не везде где нам не это не нужно мир елушечка такая будет находиться тут же на нее пока она такая вот у себя из себя красавица есть тут же намеки на нее что она не просто так стоит здесь на чудо там отражается слегка даже легкие намеки ребят легкие черточки они уже будут восприниматься как какое-то все-таки уже что то есть конечно обычно такое на природе когда смотришь подглядываешь там все это понятнее но на природе в том числе хорошо и просто первую природу повпитывать еще глубже не всегда бывает оказия это порисовать впитать можно вот ребята и вот этот бережочек который здесь сейчас вблизи поближе будет на котором мы будем находиться с вами как раз во всем этом лунном элементе тоже я побольше кисточку возьму он все-таки покрупнее будет вот бережок пойдет вот отсюда потом и так вот немножко зигзагом сюда уйдет обратно это не отражение именно вот он так вот здесь уже можно делать его под углом даже это не дальняя кромка воды вот и даже потом например немножко его снова выскочить вот сюда вот аж такой фрагмент уже by берега на котором находимся с мы с вами мы это все видим мы здесь вот находимся вот и здесь как раз вот я я его очень так условно этот бережок нанес практически его сейчас пока еще толком то и нет только намек намек что здесь какой-то бережок запланирован и именно в этом месте я предлагаю вам сделать одну маленькую закладочку в традиции нашего подхода мальчиком одного типа девочкам другого типа с помощью тонкой кисточки жидкой красочки который мы все равно потом скроем как вы красками сделали ну это все что оставалось вот здесь у меня на палитре я это все собрал уже высыхающие почти что это бледная краска она будет темнее даже чем вот это впоследствии здесь просто остатки тут есть и голубое и черное всего этого так мало больше воды даже я бы сказал тут тоже остатки были какие-то вот я их тут собрал уже все засохло и просто вот эту зону обозначил это можно было и карандашом сделать например вот территория будущей земли тогда гоняйте вот все готовы немножко паузу даю вам я пока расскажу ребята сути того что я предлагаю вам сделать ну кто у нас уже делал подобные вещи я думаю же догадываетесь мы сейчас кое-что сюда впишем здесь будут фразы у мужчин будет одна фраза у женщин другая фраза обе связаны с процессом который женственностью как-то имеет какие-то такие связки и завязки каждое слово которое мы будем что вписывать я предлагаю по старой но это так уж получилось что это лама мне открыли на этот взгляд с другой точки зрения каждое слово как живое существо то есть каждое слово которое мы ставь пишем это некое живое существо даже если это глагол прилагательное или что-то еще вот это живая такая субстанция не обязательно органическая само собой неорганическая наши тела не белково-нуклеиновые есть еще огромное количество других форм жизни вот вот есть такая форма жизни которые вот словами вот так вот может эта энергия выражаться и эти слова мы уложим вот на этот бережок прямо так вот строчками можно карандашом ребят можно кисточкой чем хорошо кисточкой сразу скажу кисточка писать неудобно от этого вы будете делать это более старательно внимательно и это немножко глубже входит в наш мозг в его отдела мозга связаны с ассоциативными моментами тех или иных слов которые мы будем вписывать и это конечно проходит глубже если так увлекаться глубиной впечатывания данных вещей я бы вообще предложил бы делать кисточкой еще и вот такими точечками каждая каждую буковку вот так вот точечками формировать но это будет часа на два поэтому наверное вот лучше если что берите даже просто карандаш в крайнем случае вот но именно в смысл это я предлагаю отнестись к этому на полном серьезе но как игрушки это как игра это такая игра как в которую надо поиграть просто серьезно вот для ума это хороший такой момент чтобы нам он не мешался вот эта игра вот но как и все дети играть надо в нее на полном серьезе если играете во что-то то вы в это играете но вы знаете ум вас знает что мы эта игра ну и потихоньку ребят сейчас вот давайте сейчас я первую фразу скажу для девочек вот потом уже для мальчиков еще раз повторюсь каждое слово пишется с большой буквы как живое существо и глаголы живые и прилагательные предлоги тоже вот и союзы и предлоги тоже все все живые вот они живые и эта группа живых товарищей появляется вот на этом бережке вот и для девочек фраза будет такая вот вписывайте прямо в бережочек строчка за строчка за строчкой так потихоньку вот по всему этому бережку моего потом зарисуем ничего видно не будет никто никогда не догадается и вы никому об этом не говорите вот фраза очень простая я легко принимаю начало такой вот я легко принимаю типичная кстати форма очень многих женственных именно от женства потоковых элементов вот связаны вот на этой форме принятия легкое принятие это очень такое струящаяся водно-лунная такая энергия я легко принимаю это первая фраза вторая фаза растущая растущую во мне женственность все с больших букв ребят буква я включает себя тоже вот для тех кто первый раз у нас мы под этим словом под этой буквой подразумеваем три значения и духовная и душевная и материальная то есть это сразу три наших таких назовем их оболочки три наших оболочки образующие целый каскад разных наших слоев многомерных вот духовная материальная душевная вот я легко принимаю растущую во мне женственность это для девочек вот у мужчин немножко другая ситуация но тоже очень близко и созвучно моя мужественность мужественность легко растет легко растет и умножается все с больших букв вот рядом женственностью так она работает в природе очень мощно вот ребят ну при желании кто кто с подобными элементами желает проработать немножко поглубже я предлагаю это все прописать впоследствии может быть не сейчас может быть чуть чуть попозже у кого как время все уже кисточкой вот и все это просто прописать еще разочек жидко наводим какую-то темную красочку чтобы вы видели это все и вот это еще разочек это полезно очень полезно чтобы ваши глазки то увидели ваши ручки это моторно сделали не обязательно очень каллиграфично если не хватает места можете буквы на букву складывать все равно ваш ум зафиксирует что вы все прописали каждое слово до конца ну и по ощущение попробуйте вот это вот поймать ощущение вот эти слова это живые какие-то энергия они обитают каждое само по себе и вдруг мы их связываем какую-то общую такую вереницу все эти энергии как бы их кучку им образу какую-то фразу все эти вещи связано очень простом детском варианте все детки это знают прекрасно детки очень часто одушевляют многие объекты некоторые взрослые на это реагируют как-то неадекватно некоторые более адекватнее потому что видят что дети бережнее относится к объектам материального мира когда они их одушевляют там потому что появляются уже личные моменты можно конечно я нередко предлагаю усиливать какими-то там знаками пропинания восклицательными знаками символами народов мира или каких-то просто веселыми символы которые вам какую-то эмоцию сообщат личную даже те же смайлики ребят если вам эмоции это включает сделайте в этот смайлик любая графическая форма пиктограммы которая вас улыбнет потому что все эти наши моменты которые сейчас запускаю и предлагаю вам использовать это только для того чтобы расшевелить нашу эмоциональность чтобы эмоции наши стали немножко но ну поживее чуть-чуть потому что любые аффирмации какие-то настрои какие-то элементы каких-то там форму успеха и так далее это все хорошие инструменты и прекрасные средства но им нужно электричество как как многим приборам лампочка без электричества просто стеклянная колбочка но может с ней сделать такое конечно другое вот но работать она не будет электричеством работы как раз на чувства эмоции какие-то наши вот именно живые элементы они включают момент и один из них как раз за завязан на том что мы одушевляем каждое слово это как минимум если у вас удастся вам это поиграть в этот пост на полном серьезе то это будет конечно эффект вот еще раз напомню на всякий случай вот я легко принимаю растущую во мне женственность это для девочек и моя мужественность легко растет и умножаются рядом с женственностью это парные элементы они конечно очень близки и после этого переходим точно так же как с этим бережком чуть подальше теперь бережок нам поближе я предлагаю его покрыть травушкой муравушкой ну первая обычно трава вырастает так так уж завелось если какая-то земля обна образовалась где-то каким-то образом первое тут же трава мурава неважно камни там глина там песок ли там в какой-то момент травой все поросло тоже можете посмотреть вот так вот по ощущению вот как это в веках бы смотрелось вот века бывает ни один век трава растет степи некоторые очень многовековые прерии степи это черная краска немножечко с голубоватым оттеночком синеватым у меня так получилось что эту замеска мне уже готовы ребята называется краска голубая прусская голубая прусская это итальянская серия в ней есть уже вот это вот смесь черного черно-синяя такая над ножка вот ее легко сделать из любого синего цвета смесь черным если замешать то будет практически вот этот эффект различных оттенков этой голубой прусской вот и вот первое что сейчас формирую мазочки вверх-вниз немножко такие рваненькие пока по краешку только я предлагаю делать мазочки прямо чтобы вверх у вас взлетала кисточка красивее будет фактура вот этих всех ваших травинок когда вы делаете взмах вверх кисточкой а уже на самой нашей в общей территории там неважно хоть вверх хоть вниз там уже можно просто делать хаотические похлопывания мазку мазковые вверх-вниз либо как вам удобнее чтобы вот эта текстурка образовывалась что-то такое бурно все так растет бурно в перемешку а внутренние чувства попробуй предлагаю попробуйте вот уйти в века вот сколько веков формировалась бы вот это вот травяная платформочка потом со временем на ней появляются какие-то растения какие-то растения там коряжка приплыла там по озеру или по речке до берега коснулась там зацепилась и проросла какую какая-то коряжка там кем-то была притащена каким-то животным водоплавающим или птицей вот где-то просто семечку потеряли каким-то же образом потеряли семечку целую какого-то дерева и дерево выросло так вот нас можно много подключить образных наших элементов вот в то что мы сейчас создаем мы делаем всего лишь навсего какой-то фрагмент бережка но не делать это малярно очень предлагаю вам именно от малярного момента отходить потихоньку малярно да это делать так то это делать а так то это делать это так то это все малярные вещи что за этим вот что какое ощущение туда вот можно запустить побыть со своими чувствами с воспоминаниями какими-то вот я начинаю формировать потихоньку уже тычком кисточку меня же распушенная такая распушилась во все стороны это у меня нечаянно погибшая была первая кисточка 2 номер который у меня засох я его молотком немножко в общем кое-как отморозил но она стала теперь вот такая она идеально чтобы формировать вот такие небольшие кусточки либо травянистые либо такие маленькие именно кустарниковые какие-то элементы как раз я сейчас здесь по краешку немножко над травой и приподниму и траву видно немножко ажур и кустарники появляются то что например вот здесь где вот мысик у меня уже вот я сделал из кусточек намек сразу надо сделать на отражение такой смазанный само собой не надо его так выписывать нам четко четко можно конечно разойтись ребят по полной как говорится программе здесь делать с высокие травы можно камыши и тростники и поднять можно и вышку какую-то склонить сбоку тут столько версии вариантов что даже не знаю как говорится лишь либо все что называется попробовать и будет перегрузка такая большущая либо так аккуратненько где-то там три тростничка или ты бамбуковых ветки стопочка иероглиф в уголочке правда очень много версий что из этого можно и как здесь пойти дальше гулять вот если тоненькая кисточку кого-то есть можно пойти через высокие уже какие-то более такие поднимать повыше если у вас позволяет тонкая кисть такие вещи вытворять можно потренироваться где-нибудь на бумажке тоже такой вот устремленная к свету луны я пока здесь остановлюсь вот на этой поляночки чтобы вернуться к воде и к луне и начну с воды ребят как раз на воде очень много будет элементов которые конечно есть воду превращают в двигающуюся воду для этой цели нам понадобятся две краски как минимум лучше конечно три но я буду две использовать кисточка тоже тоненькая либо второй номер как какие у вас там под рукой есть либо первый либо второй я их ополосну немножко от темненького и краски какие будут нужны для этой цели здесь нужно будет красочка белая одна из них белая а вторая светло-голубая светлее чем ваша вода но голубая то есть чтобы она была светлее вашей воды но голубого цвета то есть белый цвет у меня здесь играет вот это белый цвет должен быть еще такой голубенький но посветлее чем вот этот голубое у всех она разное предполагаю поэтому у всех будет она тоже разный тон голубого я пока сейчас уберу вот это все быстренько это все сбрызну и пока в сторону это уберу этого хватит вместо беленькую красочку я завожу чуть крупнее возьму кисти не будет беленькая там много не надо буквально там пол горошка но я беру сейчас сразу побольше немножко в горошков полтора наверно чтобы сразу на ней же сделать и голубенький бледненький еще раз повторюсь светлее чем ваш цвет воды но темнее чем белая о какая задача так у меня сегодня весь день на арене фц сегодня день фц получился вот так получилось то многое не надо буквально если вот это тоже фц пользуется ребят фц как черный цвет немножко возьмешь будешь жалеть вот поэтому очень осторожненько берите в малом в маленьких дозах даже пол спичной головушки способны много чего натворить но здесь я маленькую сделаю порцаечку потестируя потом а когда я в начале этого всего дела предложил вам сделать не две краски а больше конечно неплохо бы сделать и три например сделать еще какой-то голубой цвет не такой голубой как вот этот вот но тоже чтобы отличался от этого вот такая тавтология получается ну вот это вот я замешал эти красочки они густые у меня хотя белый цвет у меня ведерки приготовлены сразу такой вот йогуртовой концентрация кто пользуется тюбиками ребята конечно капельку воды я бы вам посоветовал для легкой жизни в тюбиках скорее всего очень все густо так и вот эти две кисточки мои вот я их вывожу на арену так капельку воды все таки немножко добавлю чтобы так пожиже было управлять тонкой кисточкой но хотя бы сливки такой вот средней жирности так тестирую красочку которая у меня голубая потемнеет чуть-чуть да вот здесь ее немножко видно вот этой красочкой я формирую полосочки желательно что здесь надо постараться ребят чтобы они у вас были почти что параллельное основанию работы может быть чуть-чуть легкий покачивающийся наклон в них может быть но не сильный где-то может даже по отражению проехаться вот этой голубой краской от не белая краска это голубая сразу напомню акрил высыхая ребят будет все просвечивать насквозь поэтому он все это все что я сейчас натворил все сейчас исчезнет будет очень бледненькая вот и пусть будет бледненькая но при этом уже будет какое-то легкое движение воды обратите внимание я сейчас делал движение как называется то сейчас скажу это начну страна левая это правая я делал все слева направо из-за этого получились вот такие маленькие хвостики остренькие в одну сторону а с другой стороны эти кругляши вот очень бы неплохо бы равновесить процесс вот поэтому ребят тоже смотрите чтобы у вас было и туда и туда это будет подозрительно либо сразу туда-сюда и качаться кисточкой сколько вам сделать такого дела я не знаю ребят это очень индивидуальный момент это уже личные вопросы вот вы можете всю вашу воду превратить в такое движение это все пока голубой цвет более интенсивный у меня еще бледненький здесь есть это такой довольно насыщенный он сильно исчезнет вот здесь уже высыхать начинает вот уже вот в этой стране они почти что гаснут но при этом все равно остается какое-то движение на воде и это уже очень красиво вот все наши голубоватые тона при высыхании они практически исчезнут и будет движение на воде высоко подниматься не советую вот как раз вверх там уже царство других мазочков совсем это как раз вот от этого мысиком больше в основном и книзу ну кто поднялся вверх не не переживайте туда тоже мы сейчас зайдем еще другой краской поверх того что вы сделали это тоже вполне допустимо так это было чуть более темная голубая краска теперь более светлая она почти белая почти белая тоже капельку воды пока я делал вот этой краской она начала подсыхать без капельки воды и невозможно управлять вообще это более светлый тон по отношению к этой голубой он будет уже восприниматься но даже немножко почти белым тоже можно уплотнить количество мазочков под луной если хотите можете просто про в продолжение каких-то ваших вот этих мазочков слегка бликануть на воде такими вот легкими бликами более светленькими они тоже немножко при глуп приглушенными станут когда высохнут но уже будут более видимыми тут уже надо регулировать возможно используйте не брезгуйте подушечку пальчика чтобы какие-то слишком яркие уходящие от нашей лунной дорожки будущий приглушать но бывает так что нечаянно так вот сделаешь вот далеко как и с облаками также история у нас на воде будет работать лунная дорожка вот чтобы она работала ребят здесь не надо чтобы были яркие места за пределами лунной дорожки в общем то немножко я пробежался этой красочкой теперь наступило время белого вот белый я даже кисточку ополоснул для белого лучше ополоснуть кисточку от всех признаков голубого капельку воды таки возьму на небольшое количество белой тоже вот и теперь уже в основном я буду формировать общий поток световых мазочков вот по этому принципу то есть меня под луной их будет чуть больше не обязательно столбом до самого низа где-то наверно буду растворяться где-то вот здесь посерединке моей воды потихоньку буду уменьшать количество но движение во-первых выровняю еще разочек вот там вот вверх более того можно даже пройтись там поверх немножко за пределы луны сделать такую кромочку более светящейся в такого вода является гладкой субстанцией поэтому блики на воде конечно как на зеркале ярко-ярко отсвечивают любой свет я иногда такой эпитет при не применял свет звезд даже отсвечивает вода даже это она может ну и потихоньку ребят когда вы переходите в какие-то вот эти вот моторные немножко однообразные движения я предлагаю тут же когда уму становится немножко скучновато какие-то моменты за что-то не на одинаковое такое чуть-чуть все тут же переходите на элементы воспоминаний такого места ощущения по вспоминать и пусть он займется воспоминаниями как бы хранилища информации у нас ума это он все помнит а чувства они другую информацию содержат уже на на ответ вашего хранилища будут всплывать чувства где когда кто-то может на рыбалке кто-то может просто на отдыхе где-то где-то может быть какое-то романтическое что-то было где-то что-то еще и так далее так далее вот так вот мысль за мыслью чувства за чувством и потихонечку растет 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 и умножается какая-то такая вот внутренняя волна какого-то вот этого ощущения связано с чем-то далеким далеким и в то же время близким близким чем интересны чувства ребят то что даже при испытав их в прошлом мы можем их перемещать в наше настоящее формируя наше будущее это не не метафора который часто многие пользуются вот а саму эту технологию конечно ее используют в разных формах разные политтехнологии в том числе деятели разных других слоев потому что чувство наше действительно это уникальное явление очень интересная энергия вот я сейчас игнорирую вот эту поросль которыми тут внизу я потом верну если что какой кисточка лучше делать я рекомендую тоненькой проще гораздо тоненькая лайнер здесь к сожалению немножко неуклюжий для этих процессов к сожалению а вот тоненькая коротенький с коротеньким хвостиком она здесь идеальнее а вот мазок конечно вот мазок но это отдельно вообще на разговоры тренировка ребят я вот здесь как раз обратил ваше внимание что здесь я делал мазок когда я тыкался с левой стороны и уже мазок взлетом дело в другую сторону чаще всего такую ситуацию делают многие начинающие живописцы а здесь нужно сделать вот меня даже осталось от наших одной из групп предыдущих мы разбирали воду как раз в воду вот мазочек чтобы у вас был острый и на одном конце и на другом конце и все это тоненькой кисточкой это мы делали толстой кисточкой на лебедях вот а вот то же самое можно сделать тонкой кисточкой до вас кончик острый с одной стороны и с другой обе стороны остренькие для этого надо чтобы плавненько как самолет приземлились прокатились немножко по взлетке и снова взлетели то есть ваше описание дуговое немножко получает дуга по широкому радиусу вот эта траектория движения кончика вашей кисточки вот тогда вам получится это сделать этот эффект для этого что нужно во первых чтобы у вашей кисточки было стопроцентное остриё то есть остриё чтобы было если в кисточке острия как такового нету то шасси в арман касания взлетной полосы уже ударится вот кончик касается постепенно вот и вы фактически делаете тонкой прекрасно попроще замедленную сделать съемку так приземляем но на толстый кончик я утолщаюсь снова утончаюсь и взлетаю вот у меня у моей кисточки нету острия вот для этого острия это тонкая линия вот именно для этого вот поэтому я пошел этим путем взлет немножко попроще делается потому что он штриховой и вот когда делаете его штрих вот у вас всегда на конце штриха остренький вот этот элемент даже у тупых кисточек но они тогда уравновешиваются в другую сторону таким же взлетом то есть взлетели направо взлетели налево вот в обе стороны делается взлет это движение немножко надо разучивать и лучше на больших кистях вот и тогда уже потихонечку это можно будет научиться вот у меня острых кистей сейчас поблизости не оказалось вот я пошел действовать вот эти кисточки вот он такой тупенький немножко сточенный же кончик бывалая кисть вот ну и еще раз ребят как бы вот потихонечку так погружаясь все больше и больше в процесс этого рисования вот еще раз попробуйте вот и повспоминайте что мы там вписали что там за такая фраза о чем она вот попробуйте почувствовать эту фразу вот как это происходит движение как это вот идет такой легкий рост как это легкое умножение происходит вот это всегда всегда пока мы живем эти процессы в нас двигаются именно попробуйте в ощущение внутреннее перейти через нашу внешнюю вот эту форму который является уже в данном случае уже символичной данная работа мою запечатали символом она все равно будет уже как с символическим носителем и глядя на нее впоследствии у вас будет именно всплывать помимо того что ой какая картина какая картина вот там будет еще и вот этот элемент он тоже там будет присутствовать вот но чем больше в это чувство здесь через себя пропускаете тем сильнее у вас будет этот отклик поэтому я и очень часто предлагаю все время вот перегружать перегружайте себя вот с внешних вещей на более глубокие внутренние внешне конечно это опыт рисования у кого-то может быть небольшим у кого-то побольше вот это внешние вещи а внутренние ребят все равно даже в самой простой детской работе символизма столько и столько жизни энергетической ради которой вообще так то произведение искусства созидаются другие мотивации чаще всего не являются необходимыми для нашего мироздания вообще вот ради понта ради тщеславия это все приходящие вещи а вот ради чувств каких-то ощущений отношений эти вещи впечатываются в матрицу нашей планеты поэтому еще раз предлагаю поглубже входить вот в этот в то что мы здесь написали какие-то обороты может быть вас какие-то вас словосочетания вас немножко зацепили какие-то моменты просто может представить вот вот если это все живые существа как это как бы это было вот и вот вокруг этого побудьте даже в написании каких-то простых элементов уже внутри этого полотна и вот и вот и вот и вот и вот и Играет музыка Играет музыка Просто покучерявить немножко травушку Именно под луною Вот та, которая под луну попала Вот это дополнительно уже так даст какое-то движение И ощущение, что здесь у вас Не просто какое-то такое темное что-то А вот здесь все-таки какая-то Такая вот именно травяная масса Она вся такая вот Лосница от луны Луна влияет на это все И когда вы уже немножко потренируетесь Такими голубоватыми Которые опять же напомню Начнут исчезать Когда вы будете вот наблюдать Что вот первые вот мои травинки уже исчезают На камеру наверное их будет плохо сейчас видно А вот мне пока их видно немножечко Но они начинают блекнуть Вот какие-то из этих травинок отдельно Уже вот не все А то будет слишком Как будто в дождь прошел Вот а у нас облаков нет дождевых Вот поэтому здесь рекомендую Только какие-то отдельные травинки Под самой лунушкой Вот можно подбелить Прямо беленькой красочкой Как лунная дорожка на воде Лунная дорожка на траве Она в данном случае Это будут именно травинки Которые осветлились Ну немножко такой мистический вариант Конечно Такой волшебный Чуть-чуть Но почему нет Такой именно как декоративный элемент Можно его внести Конечно он в такой мере Вряд ли будет прям так сильно отсвечивать Но если луна была бы такого размера Как мы ее из Бразили Вероятнее всего да Они бы такими и были Скорее всего Вот ну и потихонечку Уже завершаю эту работу И сейчас быстренько Верну обратно Что я вот здесь зарисовал Волнами Вот эти травы муравы Хотя конечно Слово завершать эту работу Это очень такая Тут столько всего можно еще Сделать Здесь такой большой простор Каких-то таких вот Ну все что угодно Правда Здесь можно и деревья поставить высокие И просто от деревьев высоких Завести только маленькие Торчащие кончики Этих ветвей Которые вот где-то сбоку стоят И вот здесь они свешиваются вот сюда Может саму Луну Даже накрыть чуть-чуть Я цвет Луны Сначала была мысль Как-то ее сделать Чуть-чуть пятнистой Ребят Но что-то Правда пока вот в процессе Сейчас наблюдаю Какая она светленькая Что-то так стало Это нравится Мне жалко ее сейчас портить Она просто будет Чуть мрачнее Когда Луна белая Все-таки этот эффект Играет У кого слишком сильно Изумрудное небо Получилось Вокруг вот этого кольца Луны Можно сделать Луну Немножко желтой Но не в чистом виде Желтый тюбик А вот именно желтый Разведенный Сильно-сильно Белой красочкой То есть мало-мало Взять желтого цвета А белого взять Там чуть ли не полгорошка Чтобы была такая Светлая-светлая Желтая краска Почти белая И вот ей можно Сделать желтую Луну Если у вас здесь присутствуют Признаки зелени Изумрудной Если этих признаков нету То конечно Такое делать не стоит Это и жалко Такая красивая Я немножко Сейчас вот здесь Накидаю тоже небольших Красивых Ивовых прутьев Как раз Немножко покажу вам Этот элемент С кисточкой тонкой Которой я говорил Лайнер Который называется По-английски Такелажная кисточка Называется это по-русски Вот кисточку Которой длинный хвостик Очень длинный хвостик Она по длине По длине именно равна Трем кисточкам Обычно Три кисточки Первого номера И поэтому Какие бы вы нажимы Не делали на эту кисть Все равно Они будут тонкие Как бы так вот В любом случае Вот и Своей колючей Тонкой кисточкой Я этим же цветом Сформирую намеки Тычком На какие-то небольшие Листьевые Колонии Скопления Листьевых масс Ну немножко Скажем так Чуть-чуть Чтобы уголок Заполнить слегка Тут получается Что-то такое Похожее Слегка может быть На ивушку Будет вот здесь А из этой ивушки Либо на фоне Этой ивушки Растет Что-то более высокое Либо рябинушка Либо ольха Чаще всего ольха Конечно Вот я Лично наблюдал Ольха с ивой Рядышком Очень часто Вдоль озера рек Ну как бы Чтобы одно из Движений Что здесь можно Натворить Ребят Хотя конечно Правда Здесь можно Также было Не делать этого Ничего А поставить Например Тростники Камыши Прям высокие Прям до луны Высотой Как будто мы Сквозь тростники На это все смотрим Тоже очень такой Любимый Художниками сюжет И я его тоже Часто видел Впечатлительно Очень Особенно звуки Которые все это Издает На легком ветерке Шурша Наверное Такая же ситуация С бамбуками Если делать Бамбуковую Такую вот Рощу Небольшую Вот тоже Будет такой Интересный вариант Также и ели Можно елками Так все укрыть Тоже здесь Вариации Море Сама по себе Эта сценка Для многого Подходит Нашей Матушке земли Сюжетов А уже Какой брать На вооружение Себе Ребят Здесь уже Смотрите По своим чувствам Что больше Ваши чувства Всколыхнет Ну как бы О чем мы всегда И говорим В принципе Зачем рисовать Если это чувство Не колышет Нет смысла Вот Если что-то Колыхнет Внутри То это Конечно Да Это Это необходимо Вот Здесь мы С вами Вносили Символы Как раз Такие Женственные Ну Немножко Развернуть И мы Об этом Будем И другие Символы Дополнительные Уже И небесные В том числе Мы будем Вводить В дерево Мира Нашу Мандалу Вот в этом Курсе Как раз Там будет Уже Немножко Скажем так Развернуть Все Все Эти Элементы И все Это Сводится В одну Картину Я потихонечку Ребят Здесь Завершаю Вы можете Пока Рисовать Вот Если Какие-то Мало ли Вдруг Вопросы Вот Готов Тоже Ответить Я пока Переключаюсь Кстати Интересно При этом Свете Тоже Интересно На рабочем Столе Работа Одна Так Вот Ее целиком Показываю Да Немножко Другой Эффект Интересно Самому Тоже Любопытно И кстати Когда смотришь В изображение В экран Вообще Ощущение Наверное Тоже Замечали Многие Кто фотографирует Своя работа Потом Смотрите В смартфоне Они по-другому Воспринимаются Конечно Там Уже Совсем Иначе Кто-то Готов Показать Фрагменты Работы Либо Какую-то Часть Работы Которые Вы Сделали Ну Просто Любопытно Ребят В том Числе Интересно Если Если Можете Ты Сделать Решила Вертикал Ух Ты Ну Анжелика Вообще Надо Ж У меня Была Мысль Тебе Намекнуть А Сделай Кота Вертикальную Потом Смолчал Анжелика Вертикальную Сделала Диптих Вертикальный Анжелика Можешь Немножко Развести Чуть-чуть Стороны Чуть-чуть Ага Все Вот Видно А то так Знаешь Когда вместе Кладешь Как будто Одна Просто Длинная Очень Разные Надо Вообще Дело Как Чуть-чуть Со Смещением Что Потом Было Вот так А Ириша Привет Ты Позже Подошла Да Нет Ирина Подходила Вовремя Помахали Ладошками Даже Очень Интересно Я Зафоткаю Ребят Четыре Секунды Если Можно Не Шевелясь Раз Два Три И Оп Поймал Благодарю Ну кто Кто успел Кто 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 Сети Может быть Но кто-то Вышел Пока Тоже Такое Дело Долгое Дерево Мира Ребят Ну Мандала Это Как бы Круговое Сведение Вот Если Кто-то Был На Дендре То Мы На Дендре С Вами Делали Элементы Которые Ну скажем так Были у нас 28 дней Мы делали 28 сюжетов 28 элементов Которые были Изолированы Где-то Образно Мы будем Соединять Время И пространство Как раз Вот в этой работе В мандале Дерево Все вместе Это все будет На одной картине Формироваться По Отголоску Те кто был Конечно На этих курсах Наверное Вам будет проще Почувствовать Это будет Как бы И смесь Ну где-то Будет Элементы Смеси И наши Дендры Этой Арт-практики Арт-практика Спектральности Тоже Где-то Там тоже Будут Некоторые Элементы Оттуда Но те Кто не был На этих Встречах Ну что я могу Так вот Попытаться Сейчас сказать Символы Которые мы И которые Мы можем Запустить Рабочими Для нас Для себя Можно Немножечко Ну скажем так Фокусировано Управлять Нашим настроением Можно так Это назвать В любом случае Когда вы смотрите На что-то позитивное Радостное И красивое У вас что-то Внутри происходит Сразу Вот вы видели Что-то цветущее Вот это вот Элемент Вот этот элемент Можно усилить Мы как раз В этом дереве Будем это делать Учитывая Что все люди Разные По характеру И по темпераменту Мы в мандале Дерево мира Как раз Будем использовать Все Что включит В любом случае Кого-то У кого Какая часть Будет более активная Она все равно Включится На какие-то моменты Которые Ну может быть В обычном режиме Скрыты А тут откроются Так Это я немножко Про странно Начал конечно Все говорить Сейчас наверное Больше еще запутаю В общем ребят Это арт практика Арт практика В которой мы больше Будем свои чувства И эмоции Выводить на помощь Нашему состоянию энергетики Здесь так покороче Наши чувства И эмоции Могут нашу энергетику Поднимать Высоко И там У кого-то будет Как и в Дендре Тоже Вот я почему Здесь немножко путаюсь В Дендре Тоже были Задачи одни Оказалось Там Вариантов Получилось еще больше У тех Кто участвовал В этом процессе Даже того Что никто не ставил Вообще Как это В задачи Какие-то Избычи Не было Никаких идей На то Чтобы там Это произошло А вдруг Открылись Какие-то ресурсы Открылись Какие-то настроения Состояния В том числе Как-то реализовалось Это в работе В профессии Все-таки Здесь тоже Не стоит задача Чтобы мы улетели А наоборот Чтобы были поближе К нашей реальности Вот И с этой реальностью Что-то могли сделать Конечно же Здесь в этой арт практике Тоже будет Ой как красиво Там Вероничке Так красивенько Тоже заиграл Вот Есть солнышко А есть лунушко Вот В нашей арт практике По дереву мира Как раз мы будем Эмоциональные Ключики Которые есть у каждого Свои собственные Индивидуальные Вы их сами обнаружите В этом процессе Мы будем использовать Для усиления Нашей энергии Нашей силы Нашего настроения Состояния Вот Конкретно В нашей жизни Это вот так вот Максимально покороче Если Вот А разворачивать Это действительно можно Ой Марина Спасибо Классиво Ощущение все-таки Какого-то морского К морской бухты Какой-то И у Максима Тоже такая морская Немножко бухта Получилось То что дальний берег Очень далекий Маленький Такой вот Из-за этого Появляется ощущение Что это очень далеко 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 Интересно Как посмотреть у всех Всех А вот как посмотреть Ребят Давайте попробуем Посмотреть у всех А как сделать так Чтобы все были в одном Потому что Надо выбрать Вид Вид Там есть такая кнопочка Вид Вид галереи Надо выбрать Кто на смартфонах Ребят Надо в сторону Слайд сделать В будущее Ну в смысле Вправо И там выберите Именно галерею И там вы увидите Всех сразу А в массе Конечно Это очень интересно Красиво Давайте Или уже показали все А вот показываю Я только за Я с удовольствием Еще раз глянул Это действительно Так интересно Класс Такие все разные И сюжет Такой Одинаковый Вроде так Все равно Ощущение Такое у всех Классно Я благословит От твоего Не видно Да Анжелика Где твоя Давай Показывай Ух ты Ух ты Ух ты А венера Ты не нарисовала? Травиль Катя Не покажешь? Наверное Они еще В процессе Мы Не дорисовали Еще там В большом процессе Как это Бывало Неоднократно Ребят Вечный процесс О Максим Классно Давайте еще Равиль Ух ты Желтенького Добавил А Люда Убежала Она предупредила Не Красиво Ребят Я на память Заскринил Ага С Луной Можно экспериментировать Но любые эксперименты Я очень рекомендую Использоваться Разбеленной Разбеленной краской Можно и розоватую Сделать Фиолетоватую Часто делают Любители Особенно этих Единорогов Сирененькая Луна Вот Розовенькая Желтенькая Все это Можно Но только Ребята Обязательно Разбеляйте Иначе будет Грязненько Вот если Разбелять Все будет Очень красиво Мистично Вот И очень глубоко Вот Ладненько Тогда Я прощаюсь Ребят Со всеми Очень было приятно Всех увидеть Осень благодарен Вообще Так это Спасибо Огромное Спасибо До новых Скорых встреч И сердечек Ждем Запись я скоро Размещу На ютубчике И ссылочку Вам потом Полина Быстрее поможет Найти Если что Хорошо Спасибо огромное Спасибо На дереве мира Встретимся Давайте Счастливо Пока Пока Пока